30-летний мужчина с инвалидностью вместе с собакой уже несколько дней просит милостыню в центре города. На него обратили внимание неравнодушные красноярцы и начали собирать ему деньги и вещи. Наш корреспондент Антон Тишаков сегодня целый день провел с мужчиной, чтобы разобраться в его непростой судьбе. Подробности прямо сейчас. Ем все, ну как я живу, где я живу, снимаю комнату я, или на улице бичую. Виктору чуть больше 30 лет, сейчас он снимает комнату в общежитии на Джамбульской. Мало кто из соседей знает, но за последние несколько лет мужчина успел побывать и бездомным, и пожить в бараках, и оказаться в ситуации, когда никто не протягивает руку помощи. Сейчас ждем известия, когда начнутся начисления пенсии. Я пока пенсию не отчисляю, я с помощью вот милости прошу. Фактически на милостыню от неравнодушных людей Виктор выживает уже больше пяти лет. Мужчина должен получать пенсию по инвалидности, но ее не выплачивают третий год подряд. Ведомство отправляет Виктора по кругу, по которому из-за ограничений мужчина пройти просто не в силах. На родственников рассчитывать смысла нет. Виктор не общается с семьей, а самый близкий для него это пес и кот. Пойдем, иди ко мне. Линда, мы разберем с собой мячик, да? Мы разберем и гуля-гуля. Линда, в ком еще была, я где-то месяцев семь-восемь была, перебежала. Думаю, что она будет лаять на меня. Она со мной поигралась немножко, поигралась, поигралась, ко мне прижалась. Это у меня единственный друг, который, что я в любом случае, в каких ни было ситуациях, трудные минуты, и трудные дни, и часы, я в любом случае, я ее не вручу нигде. Сейчас мужчина не может найти источник заработка, никому не нужен рабочий с инвалидностью. Остается просить милостыню на улицах города. Вместе с собакой почти каждый день они едут с окраины в центр, чтобы собрать денег и выжить. У вас люди спрашивают, для какой цели вы собираете дома? Я сейчас говорю, на питание, на проживание, чтобы за комнату платить, чтобы домой покушать, купить. На выходных неравнодушная красноярка увидела Виктора в центре, рассказала о его непростой истории, помогла и предложила сделать это другим. А уже вечером после нашего звонка Виктору решили помочь социальные службы. Сегодня он получил продуктовый набор, запас теплой одежды и обещание помогать и дальше. Самое главное в этой ситуации, мы договорились с Виктором о том, что мы оказываем ему бесплатное юридическое сопровождение. И, кроме прочего, буквально 25 ноября мы с ним вместе едем в пенсионный фонд, где будем разбираться с тем, почему он, по его словам, не получает более трех лет пенсию. Таких людей, как Виктор, в Красноярске, к счастью, можно посчитать по пальцам. Его ситуацию, как и с документами, так и с пенсией, еще можно решить, заявляют специалисты. Также сотрудники социальных служб напоминают, если вы видите человека на улице, то лучше обратиться в специальные органы и не проходить мимо. А сам Виктор сегодня оказался ближе к своей мечте. Антон Тишаков, Эдуард Баглай, 7 канал.